Корабль, плывущий под куполом цирка, водная и световая феерия в атмосферу морской сказки. Новая программа погружает зрителей с первых минут представления. Каждый номер масштабен и не только за счет художественного оформления. В некоторых сценах задействовано сразу около 30 артистов. Истории меняются одна за другой, причем все действия одновременно происходят в воздухе, на подиуме и в воде. Если номера гимнастов заставляют зрителей затаить дыхание, то клоуны мастерски разряжают обстановку и заставляют смеяться не только детей, но и взрослых. Сказочное шоу, что все происходит действие и в воде, и в воздухе. Нам очень нравится. Большое спасибо артистам. Мы под большим впечатлением. Я с детьми первый раз в цирке, поэтому очень большое впечатление нас произвело это представление. В общем, все очень достойно, красиво и великолепно. Номера с участием жонглера и акробата Константина Петюшова особенно запомнились зрителям. Гимнастика в тубе, невероятные трюки на шесте и новый способ жонглирования в такт музыки и закрытыми глазами. Такой номер существовал в 60-х годах, он в Канаде был основан, но там была идея только в плане музыки, создания музыки. То есть он просто кидал один мячик и музыка. Я решил совместить обычный жонгля, жонгляши вверх и добавить рикошетный. То есть обычно все привыкли, то есть вверх кидают, там упал, крокал, тут упал, отлетел и вот так репетировал сколько? Ну, наверное, 8 лет по 8 часов. Особую восторгу зрители, конечно, вызывают животные. Собаки, голуби, питоны, крокодил и главный герой программы – морской лев-боб. Он с удовольствием играет на публику вместе с дрессировщиком, показывает зрителям язык и застенчиво прикрывается плавником. Это шоу нужно увидеть. Гастроли цирка на воде продлятся в Сочи по 13 октября. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.